Привет, друзья! Меня зовут Наталья Черемнов. Я работаю в области легализации иностранных лиц у нас здесь, на территории Германии. И одна из возможностей, одно из моих направлений — это недвижимость. И сегодня мы поговорим о возможности легализоваться на территории Германии через приобретение недвижимости. Что для этого необходимо? До сих пор это был очень сложный путь, потому что, потому что для иностранных лиц это было практически нереально. И на сегодняшний день появилась новая уникальная возможность приобрести недвижимость двумя разными путями. Об этих двух путях я вам сейчас расскажу. Значит, первый путь приобретения недвижимости для иностранных лиц должно составлять минимально 250 тысяч. И максимально, конечно, границ нет. Ну, скажем, от 250 до 500 тысяч евро. И эти деньги, если мы вкладываем в частную недвижимость, в которой мы хотим проживать сами, то консульство, естественно, запрашивает наличие доходов. Пребывание в стране должно сопровождаться наличием доходов. Если у нас эти доходы пока что не определены, то есть у вас нет работодателя, у вас нет собственной фирмы, вы не можете предоставить эти доходы, то дорога к ВНЖ вам закрыта. А если мы на эти же 250-500 тысяч покупаем от 5 до 7 квартир и сдаем их в аренду, то наш заработок ежемесячный составляет от 2 200 евро до 3 200 евро. То есть вы, приезжая в страну, имеете уже в наличии собственную недвижимость и заработок от 2 200 до 3 200 евро. То есть для вас все дороги к ВНЖ уже открыты и вы спокойно можете приобретать рабочее место, рассылать резюме, то есть заниматься своими делами и уже не заботиться о том, что у вас нет дохода. Это первый путь. Второй путь, ту же самую недвижимость мы можем приобретать квадратными метрами. И самое что интересное в этом моменте, вы вноситесь в домовую книгу. В этом месяце у вас, например, освободились 10 000 евро. Вы купили, например, 5 квадратных метров. В следующем месяце освободилось 20 000 евро. Вы докупили еще 10 квадратных метров, потом еще 2, потом еще 5. И вот таким образом вы накопили, скажем, 100 квадратных метров. И каждый квадратный метр заносится в домовую книгу. И эти ваучеры, которые вы получаете взамен за покупку этих квадратных метров, называются Grundschuldbrief. И в Германии он как чек рассматривается. То есть вы им даже могли бы в некоторых случаях и расплачиваться. То есть это самое надежное вложение денег в Германии, какое только может быть. Поэтому для тех, у кого нет свободных 250-500 тысяч евро, они могут это делать вот таким вот накопительным моментом. И в конце, когда она собирается те же 100 квадратных метров, это переводится уже в физическую, например, какую-то квартиру, которая также опять-таки сдается в аренду и уже начинает течь пассивный доход. Вот такие вот интересные 2 возможности инвестиций накопительных и приобретений сразу у нас есть на сегодняшний день в Германии. Обращайтесь к нам, пожалуйста, по ссылке и по телефону, который вы увидите на этом видео. И я смогу по вашей ситуации, конечно, подобрать вам максимально интересный вариант. И тогда все дороги к ВНЖ и к легализации в нашей любимой стране Германии вам будут открыты. Все, желаю вам хорошего дня. Пока-пока, до скорых встреч!